внимание сегодня еще одна запись откуда вы приехали сермаковская так теперь пока идем потихонечку будем беседовать ладно хорошо вот смотрите это вы произнести волшебную фразу я беру четвертый раз до четвертый раз ох вот из его в основном а знаете кто это знаете кто это поверите не врачки вот там кстати от почему а почему в челябинске не брали а все остальное погибло короче уральские не пошли не пошли а ваши где выбрали тоже брал челябинске тоже вымерзают а так а вам не кажется лимонник они вообще он вообще оказался без корней практически а он всегда без корней ну так и должно было быть вот а мой ни один не засох но я перестал торговать лимонником лимонник у меня есть я там брал у местного у меня поразросся правда планировать иду так сказать не важненько но разросся капитально там все зеленое просто мне даже как для зелени это мне интересно а вот у меня значит не получаться с виноградом и от с абрикосом я уже говорил с виноградом то мыши съедят то вы мерзает вот такая знаете вермаках так уж такая лютая зима да не сказать что лютое то 30 ну 35 вот он нынче да управляет 1 год 2 на раньше-то было за 40 было так сейчас нет а следующая а вот вы знаете вот этот сумасшедший урожай у меня на всю россию прославился если брать 5 средних урожаев абрикосов даже не лучших один за один год как тебе 5 вот ничего не выдано вот кстати остатки вот видите сыновья манджурского абрикоса сенца манджурского вот если есть такие просите даже не привитые в эту же точно будет а более крупноплодные ну лет не привитые я знаю знаю а если а если вернется 50 градусов они замерзнут я почему мы поехали сезую купить абрикос там подъехали бит уже как отошел потом один мужчина стоит мы подошли он у него абрикоса нет мы тоже это шел я его вы не скажете где год может купить абрикос у вас нету здесь сезой и он послал меня к вам назвал не валерий а назвал у нас как-то володи короче он взял у вас трехлетку и он ведь на будущий год у вас заплодоносил вот я тоже думаю взять у вас трехлеточку как вот такая с машиной там ну пойди запихаю как-нибудь и еще это ничего страшного что у нас вот мы берем осенью я обычно весной брал садил осенью если в горшках то ничего сильно обрезку сделают таня моя невестка и и андрей наш друг он помогает сильно обрезка и тогда можно очень тем более в горшках ну давайте так и сделаете на третий год в отношении вон груша яблони груши у меня 5 сортов и хорошая груша у меня с грушей получилось нынче веселинка она у меня уже четвертый год до того хорошо плодоносила я аж вообще на удивление таня эти сочувствую еще один клиент ярмаки договаривалась нет или это так тогда я вас тогда я вас почти оставляю так почти андрей сильнейшую обрезку осень сильнейшую не жалея хотите сладкую грушу ох это еще твердая а это прям на дереве нет но у меня такие же вот крупные хотя хотел угостить они еще не годятся ну помельче чем вот вот это память яковлева один из супер сортов уже слаще не бывает прямо в этом прям прям питомники и побрезговали посмотрите ей побрезговали вот такая вот такой вот шорт она как яблоко вот такой но он у меня уже отошел еще раз говорю ей побрезговали не 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 она очень сладкая а теперь я себе соберу так надо держать холоде тогда еще продержится веселинка но она правда мелковатая веселинка для меня это конечно от плебей ну знаете что компот сама то вот только что в компот и она сама первая как раз плодоносит как мне так с одной стороны понравилось так теперь как вас с абрикосами угостить там где я показал они уже с дерева поснимали гости ради бога я не откажусь пойдемте искать для вас тем более вам придется ждать пока не все это я подожду подожду нет ничего не я специально приехал я подожду мы понедельник заехали у вас будет какой то есть королевский сорт очень сладкий они сладкие и не очень сладко он вообще сладкий такой что есть невозможно да да так что будем делать то то что земли уже поздно собирать они подпорченные вот знаете что вот хотя бы ну да что это раз упала давайте сделаем так вот вот идите сюда мне это я сам себя не очень или живой вот тут подалку соберете вот помните мимо прошли вон и оранжевая мелкая мелкая собирайте все равно это лучше чем собинать вермаках и этого не собирайте 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 то есть найдете тару себе найдете машине найду найдете в общем он то где дотянетесь и вот это подалка а так было столько и вдруг засчитанные дни раз и нету хорошая сладкая вот мы тут взяли абликос он средний тину кисловатый ну они скорее всего наверно маленькой зеленью собрали как я понял конечно иначе не продаж да и он как бы не дошедший но я понять то понял что это чё к чему а мои перешедшие посмотрите если сможете собрать зачем я не смогу то вот тут в траве их очень много вы потом пройдитесь вот так смотрите туда пройдитесь там фаины там по деревне лежат она не сказать пока пойду туда за кулёчком то не моей тони я сам скажу я сам скажу я сам скажу вот так что бегите за кулёчком ладно пойду кулёчек тогда возьми а есть да надо туда это андрей там все знает андрей сходи да возьми таня гость сейчас будет собирать пока вы заняты прям с деревьев показал где собирать ну ладно я да пособираю маленько сколько там падалки там до последние уже самое падают и так задержались конец августа должны были в конце июля так спартан 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 так мне еще еще чуть-чуть зарядки есть вот эти лопата уже все завяжу а вот она работа мастера на бушке книгах а эту лишнюю пришлось выкопать да а это дитюк хочу это по три ряда ты это самое не продаешь их не привитыми сибирку никому не надо а ну да принципе ты прав я уже не помню когда последнюю покупали сибирку так а где наша дама я все пытаюсь узнать она покупала заказывала эту вот это вот или нет тогда по почте вот это вот мы литературу все заказывали да да ладно тогда я пролетаю сегодня продать вам не удастся ну что тут напоследок можно увидеть ну что что на что на что ну груши вот это дерево побрезгали не купили одну не в горшке вот вот первый урожай на третий год форма груши она именно такая классическая тянутся вверх никаких вырезаний центрального проводника никаких наклонов никаких привязываний к земле никаких распорок ничего это классическая форма если получается так что раз завязка не кончилась пусть я еще что-то покажу один из супер сортов под названием розмарин как впечатляет какой оно на самом деле сейчас покажу вот его размер вот моя рука нормально сейчас чихну так это у меня смотрите сюда аленушка мелочь а я все равно называю супер шорт плоть до полярного круга должна жить конечно для меня это вчерашний гост это как автомобиль запорожец или жигули первой модели а на дальнем плане видите яблоня лоба вот здорово это на сетку не смотрите вот этот участок я его за 500 тысяч прикупил вот тут еще мне повезло предыдущий участок я отдал за него миллион вот стране для нас изобретателей селекционеров доморощенных подчеркнуть нету этих самых земли вот сварок переживаю будут ли веточки но еще до осени может дожди пойдут коротышки только если их брать резать на это как черенки на прививку а вот они думал уже ни одного плода не будет плоды крупные некоторые 300 грамм а бывало и 500 и 600 форок это удивительное дерево когда такое молодое плоды сладкие сладкие а кислинка только придает шарма сейчас только спрашивали меня звонили из красноярска говорят мы хотим купить косточки не фундука это ее как бы простенькая форма вот лещина в этом году будет большой урожай 1 но все округу я когда чеку даме сказал красноярской час назад по телефону что вокруг на сотню метров на сотни нет ни одной лещины а полить никому поляется на себя вот ни разу не полито но все лето видите желтые листья но урожай приличный они так а сейчас я спрошу гостю так жалко занято пожалуйста если выбирать между пипином и сенапом по поздних ранениям какой выбрать пипин пипин выбрать сенап еще на пару месяцев дольше лежит и пипин гораздо вкуснее пипин гораздо вкуснее сенап лежит еще на два месяца дольше я взяла эту и другую вот это как между мужиками блогина выбирать или брюнета ответ на это не такой сладкий сенап или что он дольше лежит на нем чуть чуть больше кислоты в нем больше кислоты видите что делают вот моем саду не травят Анна Васильевна здесь точно не травят потому что здесь такие жуки просто да они вон по мне ползают смотрите сколько здесь не травят это как у нас в саду вот живности точно это тут точно не травят это без обмана хотите перекрестись смотрите я не отравлю хорошо вот травится только питомник это так мало что не поверите несколько сладкое а склярка сладкое яблочко ну то не все тут с легкой кислотой у меня есть я вот сейчас смотрите я сейчас только показывал розмарин это ничего не сказать мужская рука полностью перекрывая в этом году из-за засухи посыпались мужская рука перекрывается полностью это не яблоко это как апельсин крупный вот я уже его снимал так сейчас подождите мне надо татьяне александровне об этом сказать ладно ладно я не буду вас отвлекать только секунду спрошу вот тогда заказывали по почте вот это да книжку заказывали вот такую книжку получили с вашей подписью и брошюрку получили все получил понятно не надо одинаковых братья скоро придется брать топор то что густота пока не мешает мы же с них членки берем и угнетаем их высоту и ширину вот и все равно приходит время когда приходится брать образа говорят топор вот тут многими побрезговали многими хоть питомник поливали но так редко что считаете что он и не полит его засуха 1 такая за последние 40 лет надо же еще не кончилась зарядка хоть и моргает во все так ох я не дошел там дайте вот еще тут память яхлева встретилась господи какое чудо какой у вкус и все основано на уссурийских грушах вот все на них все на них слышали что она сказала сейчас давай донеслось ее слова она разговаривает по телефону диком оставляется сказала ладно выдам ее на сказал здесь говна нет но это самое зимнее да он уже вы смотрите вы стоите вы стоите вот давно вообще-таки нету они как приходит пара лёжкость да не начинают но вянуть как все это не к нам это краснодарский мне курдюма сказал у нас краснодарском крае яблоки по вкусу картофель напоминает нет таких вообще нет и быть не может исключено я вас сейчас водите вот туда спросите вот это пусть у вас даже теплеще у меня вот красные вот эти видите это ленушка и вот это ленушка есть цены нет хотя они мелкие видите правда очень разоряю все я пошел вы меня уволили все понятно все я увольняюсь я не нужен вон она моя это сменщица без бизнес-вумен вообще нет и мелких груш нет так что в этом смысле и мелкий груш нет кстати груша упала поднимите ее вот мелко мелкая нет какая мелкая крупная нет это надо смотреть она сразу несколько похоже вот такое бывает сразу на несколько груш будет на раково смотрите себе и галине васильни до поняла такой остальное быть так пока она разговаривает пока не остановился этот самый вот моя смена верно татьяна александр вот она бегает как заведенная а я почти ушел на покое являюсь консультантом помогаю кому делать нечего ну и где бирка здесь как это маленькая ну-ка я называю король сада московская осенняя а у меня такой нету груши а он может и не размножал ее потому что у нас она не так долго не так давно появилась а я смотрю смотрю что узнать не смог московская осенняя красота да вы попробуйте а то скажите господи гадость то какая давайте гадость очень сущно погоди погоди она не слышит слушая я дал к этому команду и ваши собрали то этот как бы один из вас собрал деревьев абрикосы не в курсе да он сказал что вы разрешили со спросом я я потребовал собрать мне на день рождения подарок сделали мне сегодня 47 лет ну и дай поцелуй девочку дело так что мы же земляки для меня земляки земляки это важнее да и внешность чистого с края дохода и василий михайлович амелькова не знали да откуда я знал я там только наездами я это сам то западает о и это и это взяли кто взял несколько штук здорово это все что ли хватит куда ее там маленько забрал там куда и больше не наедитесь там груша одна сыпалась прямо около нее это такая сладкая средненькая хорошо только пойдемте я покажу где хоть соберете груш ну шо это такое вы взять пустыми руками там на выходе я видел она осыпалась вот там и собирать для для этого показать своим показать у меня груша есть нынче у меня еще яблоки не готовы вот что видите они еще и висеть и висеть вот такая вот такая она ясно не это умудрится с курганской области приехать центр сибири тут рядом знаете центр материка расположены нам все время это говорят мы все время то слышим 9 детей от одного мужика отродить наверное не того не надоело так ну ладно землячка я еще думаю чего чего так ну я ушел от этой торговли продать книгу я не смог одни оказывается уже купили ее до того как поехали с этого с урала а другому товарищу она просто не нужно вот таких у нас 99 процентов я конечно не обижаюсь на эти на такие случаи когда говорят да мне не надо они же как покупают надежный саженец вот как получилось я съемка была при нем при этом товарищи из ермаковской или или не при нем но кто-то чему сказал из я этих железовых кто-то сказал что трех леску у меня купил на следующий год был с урожаем кто-то же сказал так есть еще запись идет а это просто хаотично ой надо будет сказать вот этих а так они конечно так и не собрали говорил куда рука дотянется срывайте эти груши они уже готовы вот они потому что частично падает нарядные фимова мировый лидер вот а я иду смотреть падает или нет манджурские орехи саженцы не купили но я предпочитаю а вот и он видите уже частично оболочку потерял зеленую вот но сейчас собирать не буду это один упал может быть первый последний пока давайте посмотрим вот это очень свеженький упал вот это будет 2 вот видите вот это чудо которым 10 раз больше питательных веществ чем грешка моряки грешок вкусный жирный мякоти много но этот настолько хорош что его даже ограничивают виде сильно хорошо это уже плохо так смотрю еще запись уйдет странно когда что-то становится уже моргает моргает а я не могу остановиться вот еще раз два три четыре пять шесть семь восемь все девять десять все собираю подсушиваю два дня и уже первый заказ кто заказывал десяток вот уже выполню сейчас отключусь и заработаю покойным только снится этому честный заработок вот вот такое вот дерево вот этот манжурский орех огромный он выше третьего этажа поднялся просто здесь плохо видно огромный под ним особый микроклимат ставьте под ним диван или хотя бы лежанку и лежите мой совет чтобы потом поймете сами другое дело что это все пока до пределами возможно потому что он незаслуженно забыт и вот даже где-то проклят где-то ненавидим потому что он якобы мешает соседним деревьям оплодотворяться опыляться расти вот груша есть порядка 30 ведер на ней то больше она уже там до самого неба эти груш просто плохо видно зеленые на зеленом а вот та сам на которой мы любовались а привет вот еще запись идет а чая без вас я тут сам себе ля 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 давайте поговорим она где-то минут 15-20 пускай уже отпускают за одним а уже поздно говорить вот должен быть занят едой 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 но он еще вон этих висят это море падалки запчем падалки добирайте хоть такие но с компот свалите а у нас слива у меня слива есть груша есть яблочки у меня есть слива ночью очень хорошая я так вот одну две возьму показать хозяйки какие тут рассуд груши а так набирать я не буду для это похвастаться а понятно добредите с дерева снимите вот с этого такой же пойдемте сюда я покажу идите сюда вот она прям в руки просится гран-при золотая медаль международная выставка то ли да то ли париже то ли дусиндольфе но на какой-то момент сорт номер один во всем мире собирайте собирайте а ну вас я вас это жалею что пустил я не оценили вы у меня груша на столе стоит у меня тоже хорошая груша мне просто интересно но это да это другого сорта по моему вот вот это собирайте вот и побольше вы же знаете этот мультфильм я знаю когда одна собака другой горит и чем более будешь сосиски или котлеты ответ и того побольше и того побольше но я говорю все давайте собирать тоже говорили так вот дотянетесь сюда затянетесь дотянусь я парочку возьму опять парочку не ничем вас не удивить ладно я пошел до себе знаете почему здоровья нет вы уже вы уже дождетесь у меня 72 я прожил две жизни за одну характер такой я работал 6 утра до темна потом включал переноску и работал дальше а вы что думаете а по ночам что такое что ли да мы все такие я просто при 14 лет начал насколько помню себя родители сейчас ой бедные дети ой нельзя их заставлять работать вырать отвращение выработается я у меня с 8 лет с тяпкой никогда не жалели это я молчу доказательствую доказательства